Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный и просто в приготовлении салат. Этот салат называется Венеция и его готовят в одном из кафе нашего города. Там все продукты просто перемешиваются между собой, но мне больше нравится собирать слоями. Так салат выглядит более красиво и нарядно. Первым слоем будет пекинская капуста. Понадобится приблизительно 200 грамм. Капусту нужно нарезать очень мелко. Хочу напомнить, что точный список всех продуктов вы всегда можете найти в описании под видео и в конце каждого видео. Конечно, точность пропорций из кафе я не знаю, но мы готовим вот в таком варианте. Поэтому укажу все граммовки, которые я использую. Салат можно собирать просто на широком блюде слоями, а можно использовать кольцо для выпечки. У меня сегодня диаметром 22 см. Форму я переворачиваю, чтобы потом не мешал бортик. Добавляем в капусту немного майонеза и хорошо перемешиваем. Кстати, майонез вы можете использовать и домашнего приготовления. У меня уже есть рецепт на канале, оставлю ссылку под видео. На мой взгляд, он получается еще вкуснее, чем из магазина. Слишком много майонеза здесь не нужно. Главное, чтобы капуста скрепилась между собой. Тогда салат будет выглядеть очень аккуратно и кусочек будет легко отрезаться. Для второго слоя я использую ветчинную колбасу. 300 грамм. Нарезаем кубиками. В кафе добавляется сыр и копченое. Также хорошо подойдет просто обычная ветчина. Но, естественно, с отварной курицей или мясом будет тоже вкусно. Выкладываем поверх капусты и распределяем ровным слоем. Кстати, можно использовать и копченую курочку. Будет тоже вкусно. Сверху делаем тонкую сеточку из майонеза. Третий слой это морковь по-корейски. Я беру 150 грамм. Прям очень сильно отжимать ее не нужно. Оставляйте сочной. Морковь придает этому салату пикантность. Поэтому ни лук, ни чеснок здесь не используется. Распределяем ровным слоем. И сверху также делаем сеточку из майонеза. Также рекомендую вам попробовать очень вкусный салат, который называется принц. Я недавно делилась этим рецептом. Оставлю ссылку под видео. Салат очень вкусный и готовится проще простого. Следующим слоем будут отварные яйца. Понадобится где-то 3-4 средние штучки. Натираем на крупной терке. Конечно, если будете готовить просто для ужина или на обед, то совсем не обязательно выкладывать его слоями. Можно сразу все перемешивать, и вкус от этого нисколько не поменяется. Но, конечно, на праздничный стол лучше сделать слоями. Будет смотреться гораздо эффектнее. В морковке уже есть перец, поэтому яйцо я только подсаливаю. Здесь уже майонеза добавляем побольше. Следующим слоем будет кукуруза. Одна баночка. Я сразу отложила небольшое количество самых красивых зернышек, чтобы потом сделать украшение для салата. Пишите в комментариях, знаете ли вы такой салат. Или, может, готовите его немножко иначе. А еще будет интересно почитать, какие салаты вы решили готовить на новогодние праздники. У меня, кстати, есть отдельный плейлист, где собраны все мои рецепты салатов. Можете посмотреть и выбрать что-нибудь на свой вкус. В описании под видео я оставлю ссылку. И последним слоем будет сыр. 150 грамм. Натираю его на крупной терке. Сыр я беру с кислинкой. По типу сливочного, пашихонского или голландского. Распределяем ровным слоем. И салатик будет готов. Для украшения я использую кукурузу. Для серединки я просто скрутила морковь по-корейски. А также вырезала листочки из пекинской капусты. Мне кажется, смотрится очень даже мило. Этот салат не нуждается в пропитке. Его можно сразу же подавать на праздничный стол. Но если решите приготовить заранее, то после сыра накрывайте салат пищевой пленкой и убирайте в холодильник. Салат не размокает, не течет и хорошо держит форму. Поэтому если вам нужно, то можете приготовить и накануне. Аккуратно прокручиваем кольцом и поднимаем форму. Смотрите, какой он яркий и красивый. Все слои четко видны и салат прекрасно держит форму. Не зря этот салат пользуется такой популярностью в нашем городе. Он получается действительно очень вкусным и интересным. Внешнему виду я сразу ставлю 10 баллов, потому что смотрится он, конечно, просто шикарно. Тут столько разных цветов, и он сразу же привлекает внимание. На праздничном столе он точно займет свое почетное место. Все продукты прекрасно сочетаются между собой, и даже не хочется ничего менять. Здесь нет привычной нам картошки, поэтому салат получается довольно легким. Здесь и капусточка похрустывает, и сладость от кукурузы, и очень вкусная пряная морковка. В общем, продолжать не буду, просто готовьте и сами убедитесь, что это действительно вкусно. Можно каждый раз менять мясной продукт, и будет получаться уже по-другому. Здесь будет хорошо и с ветчиной, и с колбасой, и с курицей, и с отварным мясом, так что обязательно пробуйте. У меня совсем скоро будет Рождество, и мы будем готовить этот салат на праздничный стол. Ваши фотоотчеты и отзывы я буду, как всегда, ждать в своей группе ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылки на все свои соцсети я всегда оставляю в описании под каждым видео. Легкий такой салатик, но одновременно вкусный. Прикольный, да? Угу. Такой необычный вкус. Новый. Я бы даже сказала, что он летний такой. Хотя все продукты такие. Кругой год. И красивый такой, я курицу положить, можно ли чему, можно полосу. Что есть, то и положишь. Даже вот ничего добавлять не хочется. Угу, прикольно. Он такой, свежающий прям вкус. Хрустящая капусточка. Ну, очень необычный. Однозначно. Стоп. Он и хрустящий, и нежный такой одновременно. Угу. И такой, не тяжелый. Угу. Ты поел, и все. Новенький салатик, ребята. Срочно надо. Новый год. Угу. Надеюсь, что вам такой рецепт тоже понравится, поэтому обязательно готовьте и пробуйте. А на сегодня у меня все. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok